А у вас бывало ощущение, что иностранный язык ну никак не учится, что вы застряли на плата? Или может быть вам казалось, что ваши усилия уходят никуда? В общем, привет, меня зовут Антон и это канал English Show. Сегодня я вам с этим помогу, разобрав одно из видео TED и подчеркну что-то новое для нашего английского. TED это не мультик с Марком Уолбергом и плюшевым медведем, хотя его я бы тоже разобрал. Но не на этом канале, наверное. Нет, аббревиатура TED расшифровывается как Technology, Education и Design. А их слоган Ideas Worth Spreading означает «Идеи, которыми стоит делиться». По сути, это конференция онлайн и офлайн, где на их знаменитую черно-красную сцену выходит эксперт в определенной области и 10 или 20 минут захватывающе рассказывают на интересную тему. Одним из экспертов стала Лидия Махова. И она настолько любит учить языки, что обычно изучает новый раз в год или два. Разумеется, все ее спрашивают о том, как она это делает. И сегодня мы разберем ее советы. Ставьте лайк за такой полезный материал и погнали! Итак, совет первый. Применять то, что узнали на практике и не бояться ошибаться. Лидия встретилась с коллегами-полиглотами из разных стран и пообщалась с ними на эту тему. Первым был Бенни из Ирландии. Он учит несколько фраз из разговорника и знакомится с носителями языка, чтобы начать говорить с ними, не откладывая на потом. Он не переживает, даже если ошибется, 200 раз за день, потому что так он и учится, на обратной связи. Travel phrase book – это разговорник. А native speakers – носители языка, люди, для кого тот или иной язык родной. Например, я и большинство из вас, скорее всего, носители русского языка. Давайте запомним еще выражение have conversations. Говорить, иметь беседы в буквальном смысле. Conversation – беседа. He doesn't mind making 200 mistakes a day, because that's how he learns, based on the feedback. Значит, он не переживает, даже если ошибется 200 раз за день, потому что он так учится, на обратной связи. Да, когда мы говорим, что какой-то человек doesn't mind doing something, это значит, что его не напрягает это делать. Вот, например, мы можем сказать... I don't mind washing dishes. Мне несложно помыть посуду. Совет второй. Учить готовые фразы, которые помогут вам начать и поддерживать разговор. Очень интересный метод изобрел Лукас из Бразилии. Я был в шоке, когда я это прочитал. Знаете, время большого мозга, подготовьтесь. Значит, он открывал в Скайпе несколько окон с рандомными пользователями из России, допустим, два. Здоровался с ними обоими, а дальше задавал одни и те же вопросы. И начинал с ними беседу, а дальше то, что отвечал один, он просто копировал и отсылал другому. И наоборот. То есть, пользователи общались на самом деле друг с другом, сами не понимая этого. Так что же из этого получилось, в чем смысл? И вскоре он начинает писать сам, потому что у него накапливается много таких разговоров, и он уже понимает, как русские обычно начинают говорить. Гениальный метод, правда же? Прилагательное ingenious это гениальный, хитроумный, инновационный. Например, можно сказать. An ingenious idea, method, solution, idea, method, solution, решение. Совет третий. Найти собственный метод. Это если бы я на TED пришел, у меня была бы такая лекция. Антон, Антон, как стать богатым? Разберитесь сами. В общем, суть в том, что Лидия поговорила с разными коллегами, и у всех были свои разные методы. And then I met polyglots, who always start by imitating sounds of the language. And others, who always learn the 500 most frequent words of the language. And yet others, who always start by reading about the grammar. And then I met polyglots, who always start by imitating sounds of the language. And others, who always learn the 500 most frequent words of the language. и даже тех, кто всегда начинает с изучения грамматики. Копилочку лексики заберем себе imitate sounds, имитировать звуки, и frequent words, часто используемые слова. Frequency – это частота, а frequent – это частый, то есть что-то, что происходит с большой частотой. Кстати, знаете, как я выучил английский? В основном, сейчас понимаю, что это было изначально по песням. В то время я очень много слышал о Линкен-Парк, и в какой-то момент я начал читать тексты и пытаться просто услышать это в песне, а это действительно интересно, потому что прикольнее в своей голове подпевать песням, когда ты понимаешь осознанно, что они там поют, а не просто набор звуков. И со временем я начал запоминать речевые обороты, как какие-то фразы определенные звучат из уст носителей, ведь это совсем не так, как учителя в школе говорят, правда? Если мы не про инглиш-шоу, а про обычную, общеобразовательную школу. Супер-реклама. И потом в какой-то момент я просто перешел с песен на сериалы, фильмы и ролики на ютубе, и вдруг начал все понимать. Да, это вдруг заняло, наверное, года полтора, но тем не менее. Так что я бы вам посоветовал телефон перевести на английский язык, постараться более осознанно смотреть ролики на английском и песни слушать. Пожалуй, у каждого человека вообще свой метод, так что же всех этих людей объединяет? И тут совет четвертый. Получать удовольствие от процесса. Мне вдруг стало ясно, что нас всех объединяет. Мы все нашли способы получать наслаждение от процесса изучения языка. It suddenly dawned on me. Мы говорим, когда у нас снизошло что-то неожиданное, и при этом важное. Снизошло озарение. Также здесь не пропустите важное выражение have in common, иметь что-то общее. В общем, все полиглоты наслаждались процессом изучения языка, не хвастались самодельными карточками, таблицами, собственными методами и изобретениями. В общем, тем, что нравилось конкретно им. А вы когда-нибудь получали настоящее удовольствие от обучения чему-то или изучения чего-то? Обычно, говоря о приятном времяпрепровождении, мы думаем о тихом вечере дома или, наоборот, о тусовке с друзьями, обсуждении серии нашумевшего сериала. English Show решили объединить изучение английского языка с фильмами и сериалами на английском и создали образовательный курс, построенный на базе одного из лучших британских учебников. В учебную программу методисты English Show интегрировали более 70 фильмов, разбитых на фрагменты. Поэтому, изучая грамматику, вы погрузитесь в атмосферу любимых фильмов. Записаться на вводный урок курса можно по ссылке в описании. А вот пятый совет тесно связан с четвертым, предыдущим. Нащупайте то, что именно вам нравится в изучении языка. Есть любимый англоязычный исполнитель? Переводите его песни, слушайте интервью или пишите комментарии на английском под его новыми фотками. Вот Лидия рассказывает, что когда она учила испанский, ей был невыносимо скучан учебник. Она взяла Гарри Поттера на испанском и просто начала читать. Конечно, сначала она ничего не понимала, но к концу книги она уже понимала практически каждое слово, потому что книга была настолько интересной, что оторваться она не могла, и ей хотелось понять, что там написано. То же самое случилось, когда она учила немецкий. Просто смотрела сериал «Друзья» на этом языке. Я сейчас задумался, как иностранцы учили бы русский по войне и миру. Но тему «Деепричастный оборот» они бы прошли точно. Я решила посмотреть на немецком свой любимый ситком, друзья, и поначалу тоже было ничего непонятно. И нечленораздельно. Запомните слово «джибериш», «галиматья», «чушь». Я так нервничал, что начал нести чушь. Лидия продолжила смотреть, потому что это ее любимый ситком, а не потому, что он был на немецком. И что вы думаете? После пары первых сезонов она уже начала немецкую речь на слух понимать. На самом деле все просто. Не нравится писать слова – занеси их в приложение. Не нравится слушать аудирование – смотри ролики на ютубе. Не хочешь практиковать разговор с другими, например, стесняешься – ну, говори сам с собой. Ведь главное, чтобы выбранная техника нравилась себе самому. Да и потом, чего бы не поговорить с умным человеком, да? В общем, напишите в комментариях, какой у вас самый любимый способ изучения языка. Шестой совет. Если вы стараетесь просто запомнить список слов для завтрашнего теста, они, скорее всего, останутся в вашей краткосрочной памяти, и вы забудете их через несколько дней. Но если вы хотите, чтобы слова остались в долгосрочной памяти, вам нужно повторять их в течение нескольких дней, используя так называемое интервальное повторение. Здесь очень много отличных выражений. Вот давайте, запомните это в свой long-term, постарайтесь. To memorize – запоминать. A list of – список чего-либо. To store – хранить. Short-term memory – краткосрочная память. Long-term memory – долгосрочная память. Revise – повторять. И, наконец, space repetition – интервальное повторение. Можно воспользоваться приложением, которое построено по этой технологии, либо просто записывать слова. Ну, или вы вообще не знаете, с чего начать, тогда можете найти на YouTube какой-нибудь канал полиглотов, и, ну, наверняка найдете что-нибудь, что подойдет для вас. Седьмой совет. Лучше заниматься чаще по 15 минут в день, чем редко и по часу. Превратите обучение в систему. Да-да, мы все заняты, у нас у всех нет на это времени, но, возможно, если постараться планировать все наперед, вы найдете небольшое количество времени, например, каждый день, чтобы заниматься изучением языка. Используйте любую возможность. Слушайте подкаст, пока едете в машине. Встаньте на 10 минут раньше, чтобы повторять новые слова. Главное – выработать план и следовать ему. Ну и самое важное, что потребуется при изучении любого языка – это немного терпения. Невозможно выучить язык за два месяца, но можно за два месяца добиться ощутимого прогресса. Если вы учите язык каждый день, получая удовольствие. Запишите выражение «visible improvement» – «видимое улучшение» или «ощутимый прогресс». «to learn in small chunks» – «учить небольшими порциями». Ничто так не мотивирует, как собственный успех. Понимание, что ты уже говоришь намного лучше, чем до того, а в какой-то момент вообще начинаешь разговаривать свободно. В этом и весь кайф, и весь секрет полиглотов. Думаете, это слишком просто? А вот Лидия спешит развеять сомнения. Оказывается, она еще не дорассказала истории Бенни и Лукаса. Первые 11 лет в школе учил гайльский язык, и 5 лет немецкий. Вот так Лидия рассказывает. До 21 года он думал, что у него нет языкового гена, и он не может говорить на другом языке. Language gene – это тот самый языковой ген, которого, к слову, не существует. Все изменилось, когда Бенни вырос и начал искать методы, подходящие именно ему. Лукас учил английский в школе 10 лет. Он был самым слабым учеником в классе, но в какой-то момент ему подарили учебник русского. Как шутку, понятно было, что у него ничего не выйдет. И знаете что? Лукас стал практиковать свои собственные методики, общаться с носителями в скайпе, и теперь он говорит на 11 языках. Есть очень много людей, которые безыспешно 10-20 лет пытаются научиться чему-то, в том числе и другому языку. А потом просто берут свое образование в свои собственные руки, понимают, что именно им нужно, и вот оно, чудо происходит. Наконец-то видимый прогресс. А вы всегда можете дать мощный буст своему английскому в школе English Show. Пройдите бесплатный урок по ссылке в описании. Там вы определите свой уровень и поставите цели. Курс сделан так, чтобы вы наслаждались не только результатом своего обучения, но и процессом. Все ссылки в описании. Давайте еще немного послушаем Лидию и ее советы. Но людей никогда не устраивал такой ответ. Они хотели понять, почему они тратят годы на попытки изучения одного языка и так не достигают свободной речи на нем. И тут такая я, изучающая один язык за другим. Но людей никогда не устраивал такой ответ. Обратите внимание, наоборот, be happy with. Это не обязательно быть счастливым от чего-то, это чем-то удовлетворяться. Я доволен концовкой сериала во все тяжкие. Они хотели понять, почему они тратят годы на попытки изучения одного языка и так не достигают свободной речи на нем. Здесь важно выражение achieve fluency. To fluently speak English, например, это свободно говорить на английском. То есть, fluency – это свобода. Вот именно в этом значении. То есть, achieve fluency – это достигнуть свободного говорения на каком-то языке. Именно поэтому Лидия решила рассказать слушателям TED о том, как учить другие языки. Поделиться своим и чужим опытом. Ведь осознала она свой метод, только когда пообщалась с другими. Мы не гении, и у нас нет быстрого, простого пути изучения языков. Выражение we are no someone – значит мы не кто-то. Например, I'm no expert, but if you continue procrastinating, you'll never learn anything. Я не эксперт, но если ты продолжишь прокрастинировать, ты ничего не выучишь. А что такое shortcut? Так называют «короткий путь к чему-то». Если вы в детстве, ну или не в детстве, играли в Need for Speed, вы знаете, что там часто можно проехать длинный поворот, а можно срезать его в секретном месте. Вот это называется shortcut. А еще это ерувых на рабочем столе, кстати. Ну и напоследок, вот вам слова мотивации от Лидии. Поэтому если вы тоже пытались изучить язык и сдались, думая, что это очень сложно, или что у вас нет языкового таланта, попробуйте еще раз. Language talent – здесь синоним языкового гена. Тоже что-то, чего в общем не существует. Зато есть полезное выражение – give it another try. Дать этому еще одну попытку, попробовать еще раз. Итак, вот такой вот сегодня был урок у профессора Антона. Спасибо, что продолжаете смотреть. Постараюсь в следующих роликах еще вам что-то интересное рассказать и повеселить. Ну а сейчас пока. До следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok